Всем привет! Это третье видео из серии видео уроков о том, как создать сайт бесплатно самому. В предыдущих видео уроках мы зарегистрировали хостинг, зарегистрировали домен и объединили их между собой. Потом установили CMS Drupal. В этом видео уроке мы установим тему на Drupal. Тему мы не будем создавать, мы ее просто возьмем и установим себе на сайт. Брать мы ее будем на официальном сайте, бесплатно. То есть переходим на сайт Drupal.org, переходим во вкладку загрузки, ищем темы, нажимаем темы. На этой странице выставляем параметры, по которым будут сортироваться темы. Нам главное выставить, что у нас Drupal 8. И нажать поиск. Ниже представлены разнообразные темы. Мы можем установить любую из них. Единственное, что нам важно, это чтобы тема была адаптивная. То есть, чтобы она хорошо смотрелась и на телефонах, и на компьютерах, и на планшетах, то есть везде. Я уже просмотрел темы и выбрал аж на восьмой странице. То есть я сейчас перейду на восьмую страницу поиска тем. Зайду в тему. То есть для того, чтобы ее установить, нужно перейти в саму тему. На странице мы видим описание, ссылку на демо-версию страницы, то есть темы. То есть мы можем посмотреть, как она выглядит в картинке, то есть как она будет выглядеть на разных устройствах. Пролистываемся в самый низ и качаем нашу тему. То есть мы ее даже не качаем, мы нажимаем по загрузке правой кнопкой мышки, нажимаем копировать адрес ссылки. После этого переходим на наш сайт. Мы видим тот сайт, который мы создали в прошлом уроке. Сейчас нам нужно перейти в оформление. Далее для того, чтобы установить выбранную нами тему, нужно нажать установить новую тему. Нажать правой кнопкой по вот этому вот полю и нажать вставить. После этого нажать установить. Друпау сам скачает тему и установит ее. После этого нам нужно установить тему, как главную тему сайта. Для этого нажимаем по ссылке. Находим нашу тему и нажимаем включить и установить по умолчанию. Наша тема уже установилась и мы можем посмотреть, как преобразовался сайт. Нажимаем вернуться на сайт. И вот, что у нас получилось после установки темы. То есть уже как бы красиво. Возвращаемся в оформление. В оформлении мы можем донастроить тему. То есть нажимаем настройки. Здесь у нас есть стандартные настройки, такие как аватар в сообщениях, аватар в комментариях. Статус проверки пользователя увидите в комментариях. И значок. Значок это фавикон. Если его убрать, то фавикона не будет. Что такое фавикон, сейчас расскажу. Изображение логотипа. То есть что это такое? Это то, что будет возле названия вашего сайта. Для того, чтобы изменить логотип, убираем галочку. Нажимаем выбрать файл. И находим файл у себя на компьютере. В данном случае я уже подготовил файл. Это кисточки. Я особо их не выбирал. То есть с будущим владельцем сайта мы посмотрим, какой логотип лучше сделать. Сейчас я вот выбрал такие кисточки. Так как это сайт будет связан с макияжем. Выбираем это изображение. Изображение для логотипа должно быть небольшим. Например, у меня это изображение 40 на 30 пикселей. Дальше переходим к фавикону. Что такое фавикон? Это изображение, которое появляется на вкладке. На некоторых браузерах появляются левее адресные строки. Или в начале адресные строки. Опять же, для того, чтобы установить нестандартный фавикон, нужно нажать галочку, то есть убрать ее, и нажать выбрать файл. Но файл, то есть изображение должно быть не любое, а специальное. То есть у него должно быть окончание ику. Для того, чтобы создать такое изображение, можно взять любое изображение и воспользоваться специальным сервисом. То есть вводите в браузер фавикон онлайн, нажимаете, допустим, верхний вариант, попадаете на такую вот страничку, нажимаете выбрать изображение, я выбираю то изображение, которое мы в логотипе использовали. Далее нажимаем создать фавикон, нажимаем скачать фавикон и нажимаем опять сохранить. Фавикон сохранился. Возвращаемся на наш сайт, нажимаем выбрать файл, нажимаем фавикон. Можем сохранить, посмотреть, что у нас получилось. Нажал сохранить. Единственное, у меня сказано, что при любых действиях, то есть при любых изменениях, нужно сбросить кэш. Для этого нужно нажать вот эту вот ссылку. Очистить кэш. У вас, скорее всего, такой ссылки не будет. Для того, чтобы вам очистить кэш, нужно нажать конфигурацию, на открывшейся странице пролистать вниз, нажать производительность. Вот здесь вы сможете сбросить кэш. Если после сброса мы перейдем на страницу нашего сайта и обновим ее, то логотип поменялся, фавикон поменялся. Да, смотрится страшно, но его я в будущем поменяю. Возвращаемся назад в настройки. Оформление. Настройки возле нашей темы. Далее идут настройки, которые могут быть, а могут и не быть в вашей теме. Первое это поля, которые вы можете заполнить с адресами ваших групп в Facebook, в Google+, то есть в разных социальных сетях. И на странице где-то, ну в зависимости от темы, оно будет отображаться. Допустим, в моей теме эти кнопки отображаются внизу. Далее надпись внизу, то есть вот эта вот, ее можно отключить. Ну пока вместе пусть будет. И последнее, что есть в моей теме, это настройка слайдов. То есть можно просто отключить, а можно выставить количество слайдов по умолчанию, 3 штуки. Ниже разворачиваются настройки каждого слайда. Первая настройка это изображение, которое будет в слайде. То есть нажимаете выбрать, ищите изображение, нажимаете по нему. Далее пишите описание, то есть название слайда и описание. Внизу можете указать, на какую страницу этого слайда можно будет перейти. Дальше нажимаем сохранить конфигурацию. То есть настройки сделаны. Переходим на главную страницу. Что мы можем сделать еще в теме, ну то есть без особых проблем, это поменять название. Для этого нажимаете вот карандаш, нажимаете настроить блок. Заголовок не меняем, а логотип сайта это то, что мы меняли. Название сайта, нажимаете информация о сайте, и вводите сюда название вашего сайта. Этот сайт будет называться вот как-то так, может быть визажист слово уберем. Дальше прокрутились вниз и нажали кнопку сохранить конфигурацию. Вернулись на главную страницу и увидели результат. На этом настройку темы мы закончили. В следующем видео уроке мы начнем пополнять наш сайт. Если это видео было для вас полезным или понравилось по какой-то другой причине, ставьте лайк и подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok